сегодня поговорим о школе давай почему решил создать эту академию мне не нравится то что у нас в россии но очень такой слабый подход к обучению хотелось что-то изменить у меня всегда такое хочется изменить мир в лучшую сторону в лучшую сторону да а там как пойдет все разгромить тоже если чем я верю в свои проекты поэтому я думаю что все будет работать хорошо и первый результат и первые результаты мы уже увидели долго придумывал программу обучения да наверно года два мы продумывали все это последняя поездка была в нью-йорк я хотел увидеть как это делают на западе опросил наверно всех топовых мастеров как как они видят это все и мне дали какие-то день дельные такие советы которые мы воплотили в жизнь все круто все пошло все заработало но два года мы думали как это к россии вообще отнести и как это под наш менталитет подстроить то есть получается часть того что было в америке просто под российский менталитет не подходил да да менталитет просто у нас сложный и нужно было подстроиться именно под наш менталитет сделать такую программу которая действительно будет плоды и результаты какие-то приносить то есть там прям проще было все да там все проще, потому что все мастера, они хотят получить какие-то знания, когда они уже присутствуют на обучении, они уже хотят какого-то результата добиться. У нас зачастую вся прослушанная информация, ну, не доходит до каких-то действий. Именно в этом загвоздка, наверное, в нашем менталитете. Бросил бы бить тату ради преподавания? Это моя цель, да. Да, это даже, наверное, такая моя секретная была цель, но ты мне ее сейчас просто перебил. Да, хотел бы реально заниматься обучением. Когда я делаю уже работы, меня, в принципе, уже не вдохновляет сам процесс. Я понимаю, как максимально сделать качественный результат. И когда я вижу в учениках их взгляды, меня это как-то завораживает, и мне хочется с ними поделиться, потому что я именно от их эмоций получаю какую-то обратную такую связь. Мне нравится смотреть в эти глаза, которые прям, они хотят узнать какие-то секреты, они постоянно ищут в интернете там что-то, и мне хочется с ними делиться. То есть это классно. А если еще эти эмоции будут сопровождаться и результатом нашего обучения, то я вдвойне буду доволен всем. А вообще, что должно произойти, чтобы ты отказался от татуировки, ну, то есть от своей работы в тату и занимался только преподаванием? Чтобы отойти полностью от татуировки, я думаю, мне нужно увидеть качественный результат всего обучения. То есть я хочу от нуля увидеть результат, когда человек впервые берет машинку, и заканчивая тем, когда этот мастер ездит уже по конвенциям, занимает какие-то призовые места, и тогда, наверное, я буду спокойный, скажу, все, да, мне нечего здесь делать, в тату индустрии мне хочется именно только помогать людям и обучать. То есть ты не хочешь создавать мастеров такого среднего уровня, вот ты нацелен на то, что делать только топы, и все. Конечно. То есть им должно быть самым крутым. Не, конечно, да, ну а зачем тогда обучение? То есть если человеку важно получить информацию и применить ее, то, конечно, он должен уже доходить до супер там высокого уровня. А что делать человеку, который не хочет тату-академии, он хочет заниматься с тобой индивидуально? Для этого есть индивидуальные мастер-классы. Скажу честно, то, что я говорю на мастер-классе и что я показываю, да, на индивидуальном, мастер получает в первом курсе обучения даже. То есть полностью всю информацию, полностью теорию и полностью всю практику он проходит в начальном даже этапе обучения. То есть все техники, которые ты показываешь на мастер-классе, ты показываешь ученикам? Да, да. А отличия только индивидуально, либо групповые? Групповые, да. Да, ну групповушки мы больше любим. Индивидуальный мастер-класс отличается только тем, что человек просто пришел ко мне индивидуально, он приходит со своей моделью, которому мы выполняем вдвоем татуировку. То есть мастер сам делает татуировку в моем присутствии и, ну, соответственно, там я комментирую это все и показываю. Что сделать, чтобы мастер понял, нужно ли ему обучение? Да все просто. Задать несколько вопросов, я думаю. Давай три возьмем. Для чего кипяток нужен? Зачем его применяют в горячую воду? Как сделать так, чтобы трансфер не стирался? Это самый задаваемый вопрос. И как сделать так, чтобы вам не впарили плохое оборудование? Если вы не знаете, хотя бы на один вопрос вы не ответили, то я думаю, что вам стоит учиться. Сколько групп еще планируешь сделать? В этом году мы запускаем 11-ю группу обучения первоначального уровня с нуля. Следующий весь год мы планируем работать именно с этими выпускниками. 11 потоков у нас уже прошли обучение, и они хотят, соответственно, повышения квалификации своей. Второй уровень уже рассчитан на более опытных мастеров, которые уже практикуют. Они сбрасывают нам работы, мы смотрим, и уже мы работаем именно с ними. В первых группах у нас уже есть мастера, которые уже сейчас работают и выполняют татуировки на людях, и они хотят все больше и больше информации, поэтому будем работать именно с ними. На второй курс обучения допускаться будут только те мастера, которые прошли с нами первый курс. Так как много информации, мы бы не хотели повторять это все и соединять там два, две базы обучения в одну какую-то масштабную, потому что будет занимать это, ну, я думаю, что как минимум там дней 10-12. А что с первым курсом? Он как-то приостановлен будет? Будут ли наборы вообще? В следующем году мы планируем ограничить количество первоначального обучения, и будем делать, наверное, 4 только потока, то есть у нас будет зимой, весной, летом и осенью. Всего 4 группы. И вплотную заниматься развитием уже более опытных мастеров. Ты работаешь в реализме. И получается, что на твой мастер-класс приезжают мастера, которые хотят быть в реализме, правильно? Да. А ты смог бы научить мастера в каком-нибудь другом стиле, например, в нью-скуле или олдскуле? А для этого у меня есть Костя. Конечно, это, да, второй преподаватель. Выбран он не случайно. Это тот человек, который впервые в жизни продал мне машинку, и я думал, что ее нужно включать в розетку. Я приехал домой и думаю, что ты мне вообще продал. Это человек, который реально понимает и разбирается во всех стилях, включая реализм. И он может также мне помочь и подсказать вот эти все моменты, все тонкости других направлений. Поэтому, конечно, мы работаем в паре. Такие совокупности в команде. Как Олег пригласил тебя преподавать? Как пригласил? Олег родилась идея создать эту академию, потому что, в принципе, нет грамотных альтернатив у нас в России. Я как человек, занимающийся очень давно уже в татуировке, то есть, можно сказать, один из первых, кто привез в Россию топовые машинки знакомые. Он был с зарубежными машиностроителями, вникал в это все. Мне было это все максимально интересно. Изучал, перестраивал, дорабатывал. Ну, потом в итоге, конечно, пришел к тому мнению, что татуировщик не должен быть билдером и должен покупать топовое оборудование себе и просто им работать. Но через все эти кругляда я прошел. Начиная с того момента, когда мы паяли сами иголки и покупали их россыпью. Ну, и он, зная, что у меня большой опыт в этом деле, наверное, решил, что я лучшая кандидатура для этого. Что больше всего любишь в учениках? В учениках я больше всего люблю, наверное, взаимность, когда им интересно тоже впитать эту всю информацию максимально, чтобы я видел от них какое-то участие в общении. То есть, когда человек интересуется, когда он задает вопросы, ну, мы так же с учениками продолжаем дальше как бы общаться после обучения. И вот такие ученики мне нравятся. То есть, видно, что они к чему-то стремятся. А что больше всего не любишь в учениках? Ну, в принципе, то же самое, что и сказал. Только наоборот, да? Невнимательность, да, и все наоборот. Есть любимчики в тату-академии? Ну, как бы есть, конечно, любимчики. Кого-то я выделяю, кого-то не выделяю. Ну, имена, наверное, называть не буду. Пусть это останется загадкой. Почему? Ну, как-то, что нелюбимчики меня могут потом встретить в подъезде и отомстить. Так боишься нелюбимчиков? Да. Такой классический вопрос. Сколько километров контуров нужно набить, чтобы они были ровными? Ну, это уже как бы число озвучилось. Неоднократно. Ну, я думаю, километров 10. Хорошо. А Олег Шепеленко сколько контуров, по-твоему, набил? Олег набил, наверное, 20. А ты сколько набил? Я набил, наверное, 30. Есть выпустившиеся ученики, которые уже круто бьют? Конечно же, есть. Потому что к нам в школу приходят как бы не только ребята, которые первый раз там увидели машинку. Но на самом деле очень приятно видеть тот момент, когда приходят люди, которые не держали машинку, не знают, что это такое. Они приходят без базы лишних знаний, которые они там смотрят непонятно где, сами фантазируют, выдумывают. И на финальном пятом занятии, когда у нас проходит на искусственной коже, рисунок они делают полноценный сами. И они показывают результаты лучше даже, чем ребята, которые уже год или два в татуировке. Но с лишними знаниями. То есть лишние знания прям очень сильно мешают, да? Конечно же мешают, потому что они уже привыкли красить по одной техникой, но эта техника максимально неправильная. Мы показываем, как надо правильно красить. И если человек не знает, как это делать, он уже привыкает к этой технике правильно, да? То человек, который уже там два-три года работает, у него уже, в принципе, выработана эта неправильная техника до автоматизма. И постоянно, когда он начинает делать татуировку, то есть в голове ему приходится перестраиваться, постоянно себя держать, контролировать, чтобы не начудить. За пять дней я стала смотреть на татуировку другими глазами. То есть я уже понимаю, какого она стиля, как она сделана, правильно или нет. Уже замечаю какие-то линии, не очень ровные, например. Кто ожидал получить знания, знания получил. Указали на мои ошибки непосредственные в плане выбора оборудования и движений. Техник закраса, контура. Получил знания, те, которые хотел. Хотел. Очень доволен остался. Прям от себя не ожидал, что получится. Да ладно, какой-то пятер. А бывало ли такое, что тебе никак не хотелось выдавать сертификат ученику? Ну, наверное, такого не было еще пока. Пока. То есть ты ждешь, что будет какой-то ученик, которым ты скажешь, нет, вот тебе, вот что должно случиться, чтобы ты ученику сертификат не выдал? Вот не просто не хотел, а вот прям не выдал, подумал, нет, реально не заслуживает того, чтобы это... Ну, если человек будет абсолютно безучастен, как бы к обучению и просто там просидит и ничего не сделает, не поймет, я не вижу смысла ему выдачи сертификат. Потому что мы несем за это какую-то ответственность. Ну, это как бы не просто бумажка, которую можно распечатать. А расскажи какой-нибудь забавный случай из того, что происходило в Тату Академии. Ну, у нас постоянно происходят какие-то забавные случаи. Постоянно придумываются какие-то новые словечки. Вот, например, у нас, я не помню, в пятой или шестой группе мы придумали новую фразу, чтобы не собирать там все болезни, да, там обозначать. У нас есть такое слово теперь «спидораки», обозначающее все микробы, собранные в одном месте. Одна девочка тоже говорила, когда у нее были пробелы на закрасе, она говорит, я не понимаю, почему у меня получается прорехи. Ну, и таких фразочек очень много, да, на самом деле, очень интересных. Ну, кроме фраз тоже, конечно, проскакивает момент. Я себя чувствую уже там на самом деле цербером, потому что я хожу на них гавкаю, но гавкаю не просто, чтобы погавкать, лишь бы там свою негативную эмоцию выплесну, а потому что реально хочется, чтобы они соблюдали все это. Да, ребята уже жалуются, что я им снюсь ночами, бегу так, перчатки почему не одели. Ну, я всем рекомендую, чтобы соблюдали меры предосторожности, безопасности, распечатать мою фотографию, повесить у себя в кабинете. Я думаю, еще пару лет я у них буду сидеть в голове. Это вот первая учительница, я ее буду помнить всегда. Много таких приколов еще было, да, на обучение. То есть, видно, после первой группы, когда там начали говорить, что я строгий преподаватель, ну, прошу заметить, справедливый, одна девочка даже пришла с электрошокером, звонила ей мама, и там прям, ну, громкая связь была, было слышно, она говорила, уходи с этой секты, уходи. А потом уже к концу обучения, на пятый день, когда мама ее увидела, сколько зарабатывает, как бы, Олег, на какой он ездит в машине, она сказала, учись, дочечка, учись татуировке. Ну, самый вот, наверное, мой большой урон, который я понес, у меня была крутая машинка, была, сразу же, оговорюсь, от товарища Джона Кларка, в 2011 году он ее прислал, с его настройками топовыми, она была идеальна. Но я по доброте своей душевной решил дать ребятам ее попробовать, чтобы они сравнили, что такое настоящие билдеры, крутые, ну, и что вы думаете? Они ее на... По-другому я сказать не могу. Пружины сло. Да, поломали пружины, ну, как бы, понятно, что их можно заменить, но мне просто хотелось именно его настройки оставить в целости и сохранности, и я даже ей уже не работал, потому что, ну, это, как бы, крутой реалитет, ну, кто понимает это, те меня услышат. Ну, у нас всегда весело, как бы. У нас несерьезно, как там это... Не то, что несерьезно. Не с каменными лицами у нас все происходит, это обучение, то есть постоянно, в принципе, все. Это потому, что ты, да, преподаешь? М? Потому что ты преподаешься, да? Из-за этого. Ну, потому что мы нормальные, позитивные ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...